И неплановые проверки, они регламентируются, я уже сказал, так сказать, законом Украины 877 про нагляд, контроль в сфере господарской деятельности. В данном законе все четко расписано, что есть такое плановая проверка, что и неплановая проверка. А если у вас, на работодателя, это зависит от проверки? Да, это внеплановая проверка, она относится к разряду внеплановых проверок. А это анонимно? Анонимно, на анонимке я говорил выше, мы их не рассматриваем. Должен стоять, так сказать, в любом обращении заявление, фамилия, имя, отчество, адрес, место жительства, даже куда отправлять, если анонимное, да, ну рассмотрели, куда отправлять. Это как бы, есть такой проблема. Я думаю, ничего страшного здесь нет, и уже, так сказать, из опыта моей работы, да. Ну, где-то там обиделся, как бы, работодатель, ну, когда приходит инспектор, так сказать, ну, не говоря уже о мерах, там, административного какого-либо воздействия, а когда проводит какую-то разъяснительную работу и объясняет работодателю, в чем он, как бы, не прав, что он, как бы, незаконно делает, поступает, то в основном, как бы, относятся с пониманием и претензий к работникам, как бы, не предъявляют, потому что много-много фактов есть таких о том, что работодатели сами не знают украинского законодательства. Спасибо. Поступило к вам сообщение, да, там, не анонимно я подписался, Иван Иванович, там, но это вы работодателю говорите, от кого пришло, или, ну, то есть, одно дело, ну, имею в виду знать, куда анонимку открыть, подождите секундочку. В зависимости, так сказать, от, ну, сути проблем, скажем так, мы можем и имеем право не показывать, да, обращение, которое, как бы, есть, да, в своем обращении, как правило, так сказать, гражданин пишет, я не хочу, так сказать, чтобы моя, там, фамилия не звучала и так далее, и тому подобное. Мы не обязаны, как бы, работодателю предъявлять то обращение, которое есть. Мы ему предъявляем суть вопроса, который, как бы, посмотреть. А дальше уже, там, ну, если, там, взять, к примеру, так сказать, задолженность по заработной плате или неправильно какое-либо начисление, мы берем, так сказать, ведомости, так сказать, на зарплату, смотрим, 10 человек, а выбираем того, который как бы нам нужен. Добрый день, прямая линия, назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Меня зовут Александр Петухович, я имею в виду, я говорю, я зовут Захаркова. Дело в том, что я, там, по работам, наверное, в работе, в выросе, тогда заявление прошло, я выводил, ну, что решение суда по выплате за заработной плате и моральный ущерб. Решение суда было на двух листах. Позару заработной плате отдельное решение по моральному ущерботелю. Позару заработной плате министерства веки, первого, такие вот, у тех, кто сдержала, с вами, за заработа, с Харьковского выплатили. А моральный ущерб, он уже будет осенью, на любви, месяцем, пять лет, и никак я не могу с ним каких-то получить. Кто его выводит сыграть, эту банкротство, что они делать дальше? По данному вопросу обращаться в исполнительную службу, которая обязана, ну, как бы, исполнить решение суда. Лишь только таким, как бы, образом. Это было решение суда, она была направлена в местече, сельско-местивом, это Петровская, 3 года пробыла. Я писал, выявлены президента, они написали два письма, вот почему нет, за туда исполнительную службу, мне сейчас визиты. Они, я знаю, ответы, если бы моральный ущерб больше 3-х миллионов рублей, значит, мы их занимались, а потом остались в другое подразделение, они говорят, что сейчас просто нагляд, вы банкрот, а вы такие, в самом раскладе, мы, конечно, не имеем права держать моральный ущерб. Ну, либо, как бы, ну, исполнительная служба, которая, как бы, существует, я же говорю, занимается в нашем государстве исполнением, как бы, судебных решений, да, либо вы можете на них подать же в суд за неисполнение, либо, если они вам дают объективные, законные, как бы, ответы, если предприятие банкрот, по банкротству есть там очереди выплат, да, вот, реализации, как бы, имущества или других, там, видов деятельности, предприятия. Ну, это очень сложный вопрос, который, я думаю, и сейчас в прямом эфире можно, как бы, рассуждать. Я думаю, обратитесь, так сказать, как бы, в соответствующие службы, либо как адвокатам вам дадут подробнейшую консультацию. Я обращал за двери, что, как помощник депутата. Я прошу прощения, алло, просто вопросик чуть-чуть не по существу, понимаете, вы пытаетесь сейчас, чтобы мы как-то вам отреагировали на оно, оспорили решение исполнительной службы, а это, ну, не в компетенции. То есть, это вам нужно все-таки там, на месте, добиваться решения у исполнительной службы. Ну, просто это все равно, чтобы водопроводчика просить починить электрику. Совет дать можно, а, ну... Ну, в данном случае вопрос не по адресу чуть-чуть. Спасибо за звоночек. Часто приходится разбираться с вещами, которые, ну, как бы, не совсем по профилю, но вот так вот, вот звонят, говорят, вот, все равно что-то реагируете, наверняка? Ну, безусловно, пытаемся, так сказать, как бы отреагировать, дать консультации какие-либо, я тоже уже говорил. Да, и в телефонном режиме, помимо письменных обращений, количество, так сказать, это я назвал только письменных обращений, потому что в телефонных звонках их посчитать, так сказать, практически невозможно, и так далее, и тому подобное. Да, реагируем. Ну, вот, бывает обращение, в том числе, ну, у нас, в Украине, да, ну, в основном даже работодатели, юристы-работодатели, которые, как бы, работают, путают понятия труда и охраны труда. Да, это и два органа у нас в государстве, как бы, существует, у каждого своя, как бы, компетенция. Мы ведем юридические, как бы, вопросы по труду, да, вот, ГОС, Гортехнадзор, они ведут, в основном, генническую сторону, так сказать, охраны труда. Ну, здесь... Вопросы. Добрый день, прямая линия, назовитесь, пожалуйста, сголотью в курсе. Здравствуйте, Елена, я и Тихима. Для вас, скажите, пожалуйста, пикет на нарушение трудового документального фиксирует вашего государства. Фиксирует? Да, так. Основная, как бы, фиксация, ну, по показателям, да, то в основном, так сказать, это зарплата и все, что связано, так сказать, с начислениями отпускных, там, больничных, неурочных и так далее. Это основные, основное, самое основное нарушение, которое есть. Все остальное, как бы, в более меньшем количестве, да, незаконное увольнение, там, или увольнение, там, беременной, или в период декретного отпуска, незаконное сокращение, ну, и ряд-ряд-ряд других моментов. Но основное, я сказал, это все, что связано с финансами, с днями. Понятно, спасибо. Я хотел, кстати, когда услышал цифру 84%, хотел поинтересоваться. Я понимаю, что для вас, как бы, незначимых, наверное, нарушений нет, и тем не менее, то есть есть какая-то градация, там, мелкий какой-то просчет, который можно объяснить человеку, работодателю, и он скажет, да, не вопрос, там, грешен по незнанию. А вот те вещи, которые, там, умышленные, ну, такие, злостные, вот с этих 84% порадуйте, скажите, что вот этих серьезных гораздо меньше? Нет, в эти 84% входит вообще понятие, аж трудового права, да, есть, которое включает в себя очень-очень-очень много, да, о том, что даже просто правила ведения трудовой книжки, это уже нарушение, оно прописано, так сказать, как бы в кодексе закона о труде, да, ну, о том, что установленный порядок ведения трудовой книжки, да. Мы его фиксируем, оно, как бы, в акте проверки у нас есть данный, мы его фиксируем, но назвать его, так сказать, таким меганарушением, меганарушением его, безусловно, так сказать, не назовешь. Мы его фиксируем, говорим, припасть, который, как бы, выносим там на предприятие, мы в нем указываем, что устраните, поработайте, наймите хорошего кадровика, да, пусть он приведет все в соответствии, это тоже, в том числе, это все-все-все абсолютно, это нарушение. Добрый день, прямая линия, нажавитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я из Киева, я взрослый, вот хотел спросить Валерия Ивановича, у нас в компании нет промежутков между столами, да, все сидят, как бы, за одной такой дыльной столешницей, тык-притык, ну, заходят там, как-то, знаете, скажите, это вообще нормально, это вопрос, опять же, так сказать, санэпидемстанции, я ранее, как бы, звучали тут вопросы, я на него отвечал, норма, так сказать, на одно рабочее место 4 квадратных метра, а как их уже, так сказать, как бы, там, столы сдвигать или раздвигать, это уже абсолютно другой вопрос, но контролирует данный вопрос санэпидемстанция. А что делать, нам нужно туда звонить или как-то, потому что... Да, обращайтесь санэпидемстанцией с просьбой прийти, проверить, так сказать, соответствие нормам, да, света, температуры, и в том числе, так сказать, наличие объема этого рабочего места. А как это делать? Ну, просто если я позвоню, это официально, они приедут, да? Нет. Не уволит начальник за то, что их сюда отравил. Как правильно это сделать, посоветить? Может, как бороться с такими ситуациями, если на работе, как бы, не выполняются нормы? Ну, в зависимости, опять, на каком предприятии, как бы, вы работаете. Если это коммерческая фирма, может быть, там, я не знаю, большой-большой зал, то, о чем вы говорите. Да. Сложно, сложно мне, так сказать, отвечать на вопрос, не зная ситуации. Коммерческое предприятие, да, такая сложная. Ситуацию надо изучить, надо посмотреть хотя бы, где вы находитесь, да, соответствует ли там хотя бы что-либо нормам. Я же говорю, ну, тут вопрос такой, можете, так сказать, обратиться, я же говорю, анонимно в санэпидемстанцию попросить прийти, проверить. А они анонимные тоже, думаете, принимают? Ну, они могут и принять, могут и не принять. Я же сказал, что согласно нашего законодательства, анонимные обращения не рассматриваются. А вот, получается, по-казу, там, в санэпидемстанциях листники, получается, или, вы знаете, в нашей стране могут уволить за то? Я хочу судить за то, что ты уволишь. Ну, я не думаю, что это такой большой конфликт будет, как бы, с руководством по данному вопросу. Хорошо, я пользуюсь вас, спасибо. Спасибо. Вопрос, конечно, если санэпидемстанция придет, еще и еще что-то найдем. Ну, опять-таки, они же тоже не обязаны открывать, кто именно по данным заявкам. Ну, не ситуация такая. Аналогично то же самое, что я сказал, говорил. Ну, это просто нужно надеяться на совесть того инспектора ССС, который придет, и что он ненавязчиво так начальник эту бумажечку не посудит. Добрый день. Прямо Алиса. Добрый день. Добрый. Причем, Владимир Анатолий, у меня наступное питание. А я честно, яка статистика по скатности и травмам на виробництвах в Украине? И какие-то цифры? Существует ли статистика по поводу чего, извините? По смертности и травмам на виробництвах в наших бюджетах? По смертности и травмам, да. Она существует, безусловно, ведет статистика, но я, как говорил ранее, занимается данным вопросом Держ, ИР, Пром, Наглядс. И она ведет, в том числе, как бы пользуется, точнее не ведет, а пользуется этой статистикой. Если человек официально не оформлен на работе и получил производственную травму, можно это как-то оформить на производственную или не реально? Опять же, по заседанию, так сказать, комиссии привлекают нас, и мы устанавливаем, являлись ли это трудовыми отношениями. То, что не заключен договор, это как бы нарушение, а даем выясновок, являлись ли они трудовыми. Далее, по нашему выясновку, суд принимает решение о том, что это были трудовые отношения. И все. Дальше, как положено. А насколько у нас много неофициально трудоустроенных? Такие цифры есть? Ой, статистика официально нетрудоустроенных, статистика четкой. Ее нет, невозможно посчитать. Ну да, если... По разным оценкам и разных, в том числе, как бы специалистов, у нас в Украине из 20 миллионов, так сказать, работающих, ну так, предварительно, там, в том числе специалисты, как бы, Мирового банка и Международной организации труда, оценивают, что у нас нелегально работающих где-то порядка 5 миллионов человек. Каждый четвертый. Да уж. А мы даже выйдем на улицу, как бы, посмотрим. Везде нелегальный труд. Наверное, в Румынии, которую вы вспоминали, такую ситуацию приори бы не может. Нет, нет, там и права у инспектору совершенно другие. Да, там, наверное, как бы, увидели данную проблему гораздо, гораздо, как бы, раньше, да, и начали, как бы, принимать определенные меры, чем у нас. У нас, уже, так сказать, о том, что дефицит бюджета, да, проблемы наполнения пенсионного фонда, и только об этой проблеме начали говорить, там, буквально, там, несколько лет назад, да, там, в том числе, там, мы разработали проект закона, так сказать, точнее, изменение закона, усиление ответственности, где увеличить штрафы, дать, как бы, полномочия, и так далее. Сегодня мы живем, опять же, по кодексу законов о труде, который принят еще в 1971 году, в 1971 году, да, и мы до настоящего времени, так сказать, как бы, руководствуемся данным ГЗОТом, да, и живем по тем правилам. ГЗОТ старый, так сказать, он не обязывает заключать письменные трудовые договора. Отсюда уже работодатель, как хочет, так и трактует, да, ну, как бы, данное законодательство. В этом плане, это проблема, так сказать, как бы, трудового законодательства, скажем так, трудового кодекса, который, его уже тоже 7 лет пытаются, так сказать, как бы, принять, ну, то оппозиция против, да, большинство, зато наоборот. Вот и так до сих пор в государстве мы, наверное, живем по кодексу законов о труде, который еще был принят в 1971 году. И отсюда, отсюда, так сказать, ряд, 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 ряд проблем, в том числе, так сказать, по нелегальной занятости. А еще вот расскажите, жизненная история. У меня знакомая работала в коммерческой организации чуть больше года, неофициально. И вот как только она узнала у руководства, что она беременна, ее заставили уволиться, естественно, без способия, без декретов, без ничего. Что-то можно было сделать в этой ситуации? Ну, для начала надо было оформить свои трудовые отношения каким-то образом, если она работала... Ну, начальство никак не оформило ее вообще, без трудового договора, без ничего. Доказать даже через суд практически этого не было. Ну, там, в ряд моментов она разбиралась, может, она где-то в ведомостях там расписывалась, за те деньги, которые получили. Ну, да, косвенными-косвенными какими-то там мелкими моментами. Только это можно как бы установить, может быть, чтобы были трудовые отношения. И через суд могут обязать организацию там, что-то эти декретные, да? В этом смысле. Так, так, так. Так, звоночек я смотрю, уже нет. Ну, собственно, огромное спасибо за то, что пришли, потратили время. Вот. Наш тренинг.